Еще несколько месяцев назад здесь только приступали к возведению стены. А сейчас мы можем наблюдать целых три этажа нового медицинского учреждения. От старого здания, конечно, здесь не осталось и кирпича. Новый объект здравоохранения обещает быть максимально комфортным для местных жителей, современным и оснащенным всем необходимым оборудованием. Это из 60 куечных мест дневного стационара, несколько кабинетов для терапевтов, педиатров, большое стоматологическое помещение, перевязочные, просторные коридоры. Самый ожидаемый соцобъект села начали строить в октябре прошлого года. Строительные работы не прекращались ни на один день, а шум молотка и техники не умолкают и до сих пор. В новом здании предусмотрели все меры безопасности – пожарная сигнализация, видеонаблюдение и пять аварийных выходов. Сделано у нас много, сделан пищеблок, сделаны практически все коммуникации, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, установлена модульная котельная, полностью возведен каркас здания. Теперь здесь ведутся внутриоделочные и фасадные работы. Устанавливают окна, готовятся к монтажу кровли, уже залили бетон. Здесь трудится более 50 рабочих. Их силы одновременно направлены на все участки объекта. Так Лида Теряева завершает первый слой штукатурки, а уже через 20 дней закончит покрытие вторым. Все нам предоставляют, материал, шпакеля, все, что надо, все дают. К сожалению, болеть по расписанию не получится. Местным жителям в оказании медицинской помощи врачи не отказывают. Геолокация не поменялась. Пока строится новая амбулатория, терапевт, педиатр, процедурный кабинет и регистратура временно разместились в ветхой пристройке рядом. Условия здесь стесненные, но врачи стараются угодить своим пациентам. Марта месяца этого года мы перешли в это помещение. Как вы сами видите, оно совсем не приспособлено. Но мы ждем, надеемся на новые лучшие условия. Сами жители не меньше врачей ждут открытия новой амбулатории. Однако благодарны, что временные трудности не сказываются на их лечении. Тесно, не тесно. Врачи наши справляются со всеми своими работами, с больными. В общем, долго терпеть неудобства не придется. Подрядчик, согласно проекту, должен сдать новое оснащенное здание амбулатории до конца года. В рамках проекта также будет благоустраиваться дворовая территория. Проложат асфальт, бордюры, разметки, посадят деревья, установят лавочки и освещение. Диана Дударова, СХА Белакиев, Новости 24.